В этом видео мы рассмотрим, как в программе InScape происходит выравнивание объектов. Для чего это бывает нужно? Дело в том, что когда мы создаем различные наши векторные рисунки, наши изображения, нам необходимо расставить наши векторные объекты. И я хочу, забегая немного вперед, сказать, что выравнение осуществляется не только с векторными объектами, например, обычными фигурами, контурами, но и выравнивать мы можем узлы наших контуров. Просто никогда об этом не забывайте. Смотрите, у меня есть тестовое изображение. Здесь есть элементы, из которых можно собрать что-то наподобие светофора. И нам необходимо их расставить и выровнять особым образом, но при этом, чтобы это все было быстро и аккуратно. И вот как раз для этих целей нам нужна специальная вкладка, так называемая выровнять и расставить. Она находится в пункте меню «Объекты» и есть здесь специальный пункт «Выровнять» и «Расставить». Смотрите, когда мы выравниваем любые наши объекты, нам необходим ориентир. И как раз в этой вкладке мы можем выбрать тот ориентир, относительно чего будет происходить наше выравнивание. Щелкнув по специальному этому полю, у нас открывается список. Смотрите, мы можем выравнивать, выбрав последний выделенный объект, первый, наибольший объект, наименьший, страница, рисунок, то есть то, что нарисовано непосредственно в нашем холсте и область выделения. Сейчас рассмотрим именно область выделения. Помимо пункта «Выравнивать» в этой вкладке у нас имеются еще дополнительные такие кнопки и пункты. Это как «Расставить», то есть, проще сказать, равно удалить наши объекты, и «Переставить». Это когда мы, например, выделяем какую-то группу объектов, мы можем, щелкая по специальным кнопкам, например, менять положение этих объектов. И здесь еще можно, так называемо, рандомно их расставить, переставить. Просто обратите на это внимание. Все эти кнопки, они интуитивно понятны, и если навестись на любую из этих кнопок, у нас будет подсказка, что непосредственно эта кнопка делает. И я заострять на это внимание не буду. И еще есть дополнительный блок, который отвечает, так называемый, за перекрытие. Вот сейчас мои объекты, которые вот эти выделены, они перекрыты один над другим. И вот этот пункт как раз и убирает наше перекрытие. Здесь есть, так называемые, пункты смещения по горизонтали и по вертикали. Их можно задавать вручную или использовать специальные кнопки «плюс» и «минус». Чтобы применить эти, соответственно, действия, и чтобы они выполнились, необходимо щелкнуть по специальной кнопке, которая находится рядом с этими полями. А теперь приступим. Смотрите. Наша основная цель – сделать что-то наподобие светофора. Как мы будем поступать? Сначала давайте выделим наши три круга и выровняем их по вертикальной оси. Теперь нам надо убрать вот эти перекрытия. Как это сделать? Здесь нас ставят значения 0 и 0. Нас они устраивают. Щелкнем. Смотрите. Мы можем поменять вот это значение по вертикали. Например, поставить 10. И в результате вот расстояние между нашими кругами увеличится. Но мы сделаем, давайте, следующее. Мы на глаз вот так сдвинем. Снова нам придется выделить. Как ни странно, снова придется по вертикальной оси отцентровать, потому что мы сдвинули объекты. И выберем уже такую кнопку, как расставить нижний край объекта равноудаленно. Вот таким образом. Смотрите. Теперь мы можем наш вот этот объект, который у нас сейчас выделен, ну, состоящий из трех наших кружочков, объединить в группу. Для чего мы это делаем? Чтобы нам было проще и удобней, например, выровнять относительно нашего корпуса, который у нас непосредственно играет вот этот прямоугольник, роль этого корпуса со скругленными уголками. Что мы будем делать? Мы просто на глаз приблизительно вот так выставим. Теперь нам необходимо снова выделить все наши вот эти объекты. Так как мы можем, в принципе, здесь выбрать и наибольший объект, но можем и выбрать и область выделения. Я выберу сейчас именно наибольший объект, так как он в этом выделении, наш корпус, является наибольшим. И выберем здесь, соответственно, центрировать по вертикали. И по горизонтали. Вот смотрите. Вот этими простыми действиями мы создали что-то наподобие светофора. И выровняли в нем наши объекты. Хочу сказать, что когда мы выделяем наши объекты, щелкнув вот по этой специальной кнопке, мы можем сделать так, чтобы вот этот инструмент считал эти выделенные объекты группой и применял действие. Но иногда бывает все-таки лучше не пользоваться этим. Иногда бывает полезно, но иногда нет. И лучше уже выравнивать обычную группу, которую мы создаем именно специальным инструментом. Соответственно, создание группы и дополнительный инструмент разгруппировать наши выделенные объекты. Просто про это тоже не забывайте. Теперь давайте перейдем на еще один объект здесь, который у нас уже расположен на листочке. И применим различные уже к нему команды выравнивания. Посмотрим, как это будет выравниваться. Дело в том, что у нас имеются специальные вот такие кнопочки, так называемые, вот, например, на что я сейчас указываю, выровнять правый край объекта к левому краю якоря. Здесь имеется в виду относительно нашей страницы. Давайте я просто попереключаю разные кнопки. Вот у нас этот объект сейчас выделен. Здесь выбираем ориентир страница. Уже обратите на это внимание. И весь процесс выравнивания будет относиться именно к нашей странице. Я просто попереключаю. А вы посмотрите. Дело в том, что, еще раз говорю, все эти кнопки, они интуитивно понятны и не составит никакого труда поэкспериментировать с этим. И еще хочу сказать, для чего иногда бывает полезно у нас включать прилипание, например, к границам страницы. Дело в том, что когда это включено, и мы, например, формируем какой-то объект, мы можем просто прилипнуть к краю страницы, и это бывает иногда проще и удобнее. И после этого, например, этот объект, который мы только что изменили, например, мы можем выровнять либо посередине страницы, или опустить вниз. В результате этих действий мы получим некий макет страницы. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, что можно делать с этим инструментом, если у нас имеется вот такая ломаная кривая. Смотрите. Сейчас я его выделю и перейду на инструмент изменения узлов. Посмотрите, как у нас изменился наш вкладка «Выровнять и расставить». У нас появился специальный пункт «Узлы». Дело в том, что с помощью этого инструмента мы можем выравнивать наши узлы. Давайте выделим их. Я пока еще не рассказывал в своих видео про этот инструмент, но выделять узлы можно, например, с использованием клавиши «Shift», щелкая непосредственно по ним левой кнопкой мыши и удерживая при этом «Shift», если необходимо выделить несколько узлов. В данный момент они у меня подсвечены именно желтым. Это выделенные узлы. Или можно в режиме этого инструмента выделить эти узлы, например, рамочкой. Очень просто. Давайте выберем здесь пункт «Середина выделения». Пусть она так и останется. Также обратите внимание на большой список, который здесь имеется. И выберем кнопку «Выровнять выделенные узлы по общей горизонтальной оси». Теперь посмотрите, что произойдет с нашими выделенными узелками. Вот это достаточно интересный инструмент, который можно применять и к узлам наших векторных объектов, наших контуров. Тоже про это не забывайте. А теперь давайте на секундочку посмотрим, как наш инструмент работает, если у нас, например, имеются несколько вот таких специальных объектов наподобие звездочек. Сейчас я их раздублирую, использую пробел вот таким образом. Дело в том, что у нас в «Энскейпе» появилась специальная дополнительная здесь кнопка. Это включить маркеры выравнивания на холсте. Как это работает? Смотрите, когда мы выделяем наши объекты, у нас появляются специальные такие инверсионные стрелки. Вот сейчас мы можем производить различные трансформации над выделенными этими объектами. Когда мы щелкаем, один раз, два раза меняются, соответственно, эти наши специальные маркеры. То есть сначала мы можем изменять, например, размер, а теперь вращать. Но если мы активируем вот эту кнопку в этом инструменте, то по третьему щелчку у нас будут возникать специальные дополнительные маркеры, которые позволяют нам выполнять выравнивание. Щелкая по этим маркерам, можно использовать также клавиши «Контрол» и «Шифт». Поэкспериментируйте сами, если захотите. Для чего мне понравился этот инструмент? Дело в том, что вот когда у нас есть большое количество вот таких разрозненных звездочек, мы можем их очень быстро с помощью вот этого инструмента собрать, например, в одну кучу. Только одним щелчком по специальному вот этому значку на нашем маркере. Если какой-то объект из этого выделения нужно убрать, чтобы он не учитывался, нужно зажать клавишу «Шифт» и щелкнуть по нему. Теперь давайте я применю, только к центральной части щелкну. А с «Шифтом» если? Вот таким образом. Просто об этом не забывайте. Это дополнительная функция, которая добавлена в «Инскейп» под цифрой 1. А теперь давайте я немножко подведу итог. Самое важное, я еще раз хочу сказать, не забывайте, что этот инструмент можно применять к узлам. Часто многие про это забывают. И второе. Любое выравнивание должно происходить относительно чего-то. У нас всегда должен быть какой-то ориентир, так называемый якорь. И не забывайте, когда вы выравниваете объекты, они должны быть выделены. То есть, сначала выделяем, указываем ориентир, и только потом происходит выравнивание и так называемая расстановка. А в других видео мы познакомимся с новыми функциями. А на сегодня все. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok